На этом занятии мы продолжим ознакомиться с способами перемножения сигналов, и также познакомимся с манипуляцией, с литературной манипуляцией. В прошлый раз мы поняли, что используя обычный дифференциальный усилитель, можно перемножить два сигнала, если воздействовать на транзисторы в источнике тока. Но чаще всего используют следующее устройство. Берем два дифференциальных усилителя. Дифференциальные пары. В качестве источника. Еще дифференциальные пары. Ну, а здесь или резистор, а скорее еще один источник тока, который, в общем-то, нам задает постоянный ток. Так, пардон. Нет, слишком много. Так. 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 частотный сигнал на верхние две пары дифференциально высокочастотный сигнал вот ну так здесь у нас есть некоторое напряжение питания мы заметим поскольку в качестве усилителя высокочастотной составляющей мы используем дифференциальные пары то у нас уже не будет на выходе на выходе нас не будет высоко не будет постоянной составляющей вот выходной сигнал снимаем вот с пары резисторов вот подробное примножитель называется ячейка гильберта и достаточно часто используется используется и в исполнении на биполярных транзисторах и сейчас часто на полевых транзисторах прежде еще использование везде дифференциальных пар том что мы в общем то можем работать на более высокой частоте так ну и что касается манипулированного сигнала на прошлом занятии мы говорили о модуляции амплитудной модуляции и некоторые аналоговые огибающие заполняли высокочастотный сигнал то есть вот у нас вот эта пара начнем с какой-то спар транзисторов является дифференциальным сидиком понятно да что является источником тока для транзистор плюс источник тока состоялись задающий какой-то постоянный и 0 что нам выдает вот этот вот транзистор он нам дает сумму и 0 и плюс усиленный ток то же самое вот этот только противофазия когда мы в конце концов будем складывать там вот как-то бык выход у нас вот получается 10 выходной сигнал будет на выходе будем складывать все составляющие у нас то что содержит и 0 уйдет останутся только слагаемые с содержащие произведение низкочастотный высокочастотный то есть мы как крутизна она будет содержать вот ток усиленный ну это все не виду не фэн конечно какой-то у косинус ну да там два пи вот так понятно ну а теперь вот представим себе ситуацию мы должны как-то изначально происходило мы должны какой-то телеграфный код передать вот единица включаем высокочастотный источник 0 это вырубаем за размыкаем ключ результате у нас получается некоторая такая последовательность и так далее подобный сигнал он называется уже не амбулитудно модулированного манипулированным вот ну что для нас представляет интерес спектр этого сигнала спектр единичного импульса понятно это синус x на x если у нас есть спектр последовательности просто спектр последовательности импульсов то мы должны размножить длительность импульса т большой это период следования то есть вот это вот у нас тал т 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 ну а дальше надо запомнить если надо запомнить высокочастотным сигналом если мы это делаем заполняем в временной области то в частотные у нас будет уже не произведение а свертка сигналов вот я вывод не буду весь результат напишу там пользуемся фильтрующим свойствами экспоненты прочее ну и результат так несущий так этот это всего будет не Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Присутствуют зеркальные составляющие спектра. Продолжение следует... Что еще отразится? Чтобы как-то сократить полосу передаваемого сигнала, часто пользуется полная симметричность спектра и передает только одну половинку. Так, ну а... Что если... Умножать на просто косинус, а еще и передавать в сумме с синусом. То есть передавать составляющие сигнала, умноженные на высокочастотный сигнал и еще передавать часть сигнала, умноженные на сдвинутые на π пополам. То есть мы можем за один пересест передать два раза больше. Продолжение следует... 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 Так, 1, 0. Сейчас, пардон. А, ну да, здесь 2 смещаются. 0 и принимают значение 0 или 1? Q принимает значение 0 или 1? Да, а основная зависит от альтерната. И основная зависит от альтерната. Такие динамы и физкулы. То есть, правда, почему я умею, если я пробую, хоть и на рынках. Там, как бы, а предательный, а не с ними. Фаза смещает вас? Нет, но вы, это то, что 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 вы. Да, и кул. А, ну, должны, да, правильно, это верно. Тогда у нас... Тогда да, тогда да. С этой точки взгляни. Так, здесь у нас тогда... Хорошо. Обычно, правда, рисуют неправильно. Ну, этим фантазия не ограничивается. Можно сдвигать не только на 90 градусов, на меньшие углы. И тогда вместо 4 возможных значения мы можем получить 8, 16, 32. Так. То есть, для... Так. 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 единственная проблема возникает ну у нас кроме нашего полезного сигнала существует и шумы и искажения в общем то никто не отменял интерференцию если сигнал достаточно близко будет расположена до какой степени насколько близко мы можем их расположить как долго мы можем их различать что-то мы можем сделать чтобы уменьшить вероятную ошибку ну а что чтобы уменьшить вероятную ошибку первое что приходит на ум это сделать так чтобы ближайшие значения менялись у нас на единиц только одно значение значение в коде менялось то есть мы кодируем не двоичным кодом а должны придумать какой-то другой код но он существует это коды грея так строятся они следующим образом и 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 Теперь нам надо второй разгляд. Придумать, что мы будем вторым разглядом делать. Старший разряд. Традиционно остается у нас 0,0,1,1. А чтобы младший разряд сформировать, мы отражаем зеркально. Знакомы с этим? Где-то, да? Вот. Так, дальше аналогично действуем. Отражаем. Один. 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 Так. Один, второй. И что получается? Что? Если в традиционном нашем двоичном коде при переходе на следующее значение не обязательно один разгляд меняется, а чаще всего там перескакивают все младшие, да, часто, то тут при любом переходе между ближайшими числами у нас меняется только одно значение. Таким образом, при переключении, последовательном переключении, вероятность ошибки уменьшается. Ну, а как посчитать какое-то значение из коде Грея? То есть, если у вас есть в бинарном коде какое-то число, так, это биты с их значением по позиции и t и и плюс первое. Значит, и t позиция в коде Грея – это будет результат суммирования по модулю 2 соответствующего разряда в двоичном коде и последующего. Есть, и что мы? Если мы перейдем точек, то у нас будет ли, как там вообще-то у нас будет ли? В общем, при… Знаете, когда есть ошибка в один бит, есть куча способов восстановить сигнал. Вот. А когда уже 2 бита, это скорее не сделается. А вы же 16 точек в одну косинусе, а в течение у вас это тысячи, а почему они работают? Ну, они тоже принимают значение нуля и единицы, только будет уже сумма не… Там просто косинус, а мы со сдвигами в соответствующем. Так, сколько у нас тут градусов, кстати? 45-30, да? Да. Ну, да, тут еще читать надо. Так, ну и как это будет у нас? 0, 0, 0, 0, 1. Здесь будет 0, 1, 0, 0. По диагонали у нас 2 бита меняются, ближайший 1. Так, я не ошиблась? А, ну да, здесь вот ближайший 1, в диагонали 2. Так. Так. в общем то какие будут проблемы я говорила что если у нас достаточно много разрядов передается то велик велика вероятность ошибки если он возник возникает проблемы по причине интермодуляционной интермодуляции если в ячейках возникают герентные шумы вот тут возникает интермодуляция фазовые шумы фазовые сдвиги вот если когда происходят ошибки из-за интермодуляции то смазанность некоторых концентрические как крутится за фазовый звег дает размытие на дальних дальних точках кредит чтобы не было понятно так нестабильность с проблемами усилителей несущие частоты фильтров эти пары модуляции уход несущие ну понятно все это будет просто съезжать так ну и стопу этому вопросу так как формирует физически сигнал ну двумя битами в общем то просто можно решить то есть можно аналоговым взять аналоговый перемножитель два каналы каждом канале перемножить вот и все замечательно в часто производят как бы оцифровку до перемножения то есть полностью перемножение моделирующие сигналы несущие производят в цифровом виде вот вопрос связанные с приемом детектирование в общем-то пользуясь тем что при сдвиге над не пополам мы получаем как бы удвоенную только частоту если мы перемножаем синус на косинус то мы не получаем как бы на той же частоте или там константа да вот то в общем то получаем только удвоенную частоту которого легко отфильтровывается вот при приеме сигнала сигнал умножает на состав косинус на соответствующий синус остается только нам отслеживать фазу фаза петли система автоподстройки частоты петли которая сама подстраивать частоту фазу выдаваемого сигнала на тот сигнал который принимает но этим папке мы попозже разберем так мы упустили модуля это модулирование получение в угловой модуляции физически как-то делается фаза да будем так ну и можно тогда в общем когда мы поперите к детектирование так самое простое устройство которое может прийти на ум при детектировании амплитудно модулированный сигнал это диод стенд ют ну пусть у нас на входе некоторым высокочастотные синусоиды что происходит идет так диод закрыт до некоторого момента затем открывается так сейчас так да да конденсатор медленный сейчас это так тут у нас пока он там закрыт мы здесь на выходе в общем то что мы наблюдаем на выходе пока диод закрыт осталось прошлого раза у нас разрядилась резистор когда 0 сначала наблюдаем 0 подаем напряжение нарастает здесь напряжение так у нас ничего не пропускает здесь высоким сопротивлением здесь пока 0 пока он пока диод не откроется то есть она с некоторым запозданием будет эта картинка согласно снизу снизу будет сначала снизу должна быть эта картина вот и вот он открылся здесь у нас основной на семья будет брать уже резистор так и сигнал выходной идет вниз а у нас заряженный конденсатор да тогда вот давайте вот такая картинка так теперь вопрос а как до каких пор это будет все работать какие соотношения должны для рц для сопротивления диода в закрытом открытом состоянии во первых амплитуда входного сигнала должна быть такой чтобы у нас идет открывался или нам надо его как это приподнять дать еще составляющий постоянную вот рц должна быть больше р р р диода с должна быть больше много больше периода тогда логично вот еще момент у диода есть собственная паразитная емкость то есть в открытом состоянии у него преобладает дефузионная закрытом это барьерная емкость вот и может получиться так что у нас здесь как бы не только фильтр низких частот там фильтр высоких частот включен да здесь некоторые паразитные составляющие вот ну прелесть этого дела мы не должны отслеживать в общем-то чисто нанесущую частоту она может менять в довольно широком диапазоне нам в принципе на наплевать на фазу вот но это да и дает некоторые трудности вновь именно такие связанные с помеху устойчивости нашего детектирования так если у нас присутствует шум на частоте на низкой частоте то на частоте огибающей то он в общем то этот весь шум спокойненько пропустит детектирует вот то есть удобно иметь некоторые устройства которые будет отслеживать что это передаваемый сигнал нанесущие или нечто другое то есть нам отслеживать надо частоту фазу отдаваемые сигналы вот ну да мы можем опять вспомнить что у нас амплитудно модулированный сигнал есть так ну и если мы домножим на симфазму на косинус омега и то получим так минус 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 плюс минус как плюс квасе два омега т вот ну что дальше делаем вот наш сигнал исходный а вот это можно отфильтровать на ум приходит такое устройство есть некоторый перемножитель здесь входной сигнал здесь у нас симфазных удаем сигнал опорный перемножаем дальше у нас фильтр низких частот так ну и в общем то все вот вопрос только ну вот да сложность в получении этого опорного сигнала у нас должен быть симфазным то есть здесь должна присутствовать присутствует некоторая петля обратной связи так но я еще вот если уж там на экзамене на экзамене будут спрашивать какой еще детектор я вам не нарисовала параллельной это называется словом говорит последовательно так ну здесь у нас так так дальше фильтр так ну еще а да я вам про то что в качестве перемножителя в общем сейчас используют достаточно сложные транзисторные схемы а в общем то какое минимальное требование к тому чтобы перемножить два сигнала до огня к сигналу прибору то есть на линейном некоторым при боли мы можем нет то есть это должно быть некоторыми линейные приборы в принципе перемножение сигналов вполне реально на даже на диоде по управником вот ну понятно вах у него понятно присутствует все члены разложения в ряд вот и при определенной так если некоторым способом суммировать так клетки уже нет обычный подать их на просто на диод то то на выходе мы получим некоторые это составляющие содержащие произведение этих в принципе в принципе это до сих пор иногда пользуется то есть как выглядит вах диода экспонента здесь у нас некоторые вот ну и дальше мы раскладываем уже во второй степени у нас есть член содержащие произведение вот ну как говорят люди которые занимаются антенными устройствами они в общем-то до сих пор порой пользуются этим свойствами диода и не ставят сложный и раньше особенно там десятилетий назад не ставили сложно перемножить или а делали перемножение на пин диодов вот так я чуть-чуть не быстро вложилась пожалуй закончим и так это 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 это